В Переваловой энергетике выявили несколько десятков домов, которые незаконно подключены к сетям. Теперь у них темно и светят только штрафы. Алексей Козлов расскажет подробнее. Уединенный район села Перевалово. Кирпичные дома выдержаны в едином стиле. Красивая ночная подсветка. Через несколько минут в части домов погаснет свет. Здесь нашими сотрудниками было обнаружено около 40 объектов. Это частные домовладения, которые незаконно, самовольно подключены к нашим электросетям. Незаконные подключения в целом влияют на надежность электроснабжения добросовестных потребителей. Также на аварийность в наших сетях. Так как происходит рост максимальных нагрузок. Местные жители появления таких соседей замечали по напряжению в сети. Оно стало сильно проседать. Начались проблемы, когда осенью получается. Все было нормально, свет никогда не выключался. Но если выключался, то тут же приезжали и проблемы устраняли. В последнее время бывают скачки напряжения. То есть вольтметр показывает, что ниже напряжение, чем должно быть. До 180. И плюс свет в течение дня включается и выключается. Такие случаи в Перевалово были и раньше. С октября по ноябрь энергетики зарегистрировали 26 случаев самовольного подключения. В настоящее время на нашей территории большое количество площадок ИЖС. То есть много застройщиков, которые застраивают целыми улицами. Ну и в частности вот эта застройка, она две улицы одним застройщиком застроена. К сожалению, да, возникают такие вопросы, что чтобы побыстрее сдать, застройщики торопятся и не оформляют надлежащим образом документы на тех присоединениях в Россетях. Из домов, где свет погас, люди не вышли. Чтобы дальше пользоваться электричеством, им нужно законно подключиться к сетям. Сейчас ресурсоснабжающие компании оценивают свои потери от незаконных присоединений. Нарушителям за это придется ответить по закону. Алексей Козлов и Александр Вележанин. Тюменская служба новостей.